вновь рада приветствовать всех кто изучает программирование кто совершенствуется в программировании с помощью scratch мы приступаем уже к четвертой части нашей серии уроков по рисованию орнамента вы видите этот орнамент вот таким образом у меня сейчас происходит отрисовка и те кто случайно попал на это видео предлагаю начать с первой части смотрите ссылку на плейлист потому что вот этот казалось бы незамысловатый пример дает возможность достаточно хорошо разобраться в том как используются другие блоки для чего они создаются как грамотно пользоваться переменными как отчитывать координаты работать с циклами а это все относится к базовым принципам программирования то есть такой пример достаточно иллюстративный и насыщенный для того чтобы научиться хорошо программировать и нашей четвертой части как я и обещала мы рассмотрим возможности оптимизации нашего кода нашего скрипта следующим образом напомню что мы начинали рисовать наш орнамент цветок из его середины центра нарисовали четыре вот этих квадрата как все это происходило еще раз подаю смотреть предыдущие части для каждого для рисования каждого из лепестков был написан создан отдельный блок вы видите вот основной код нашего скрипта и мы вызываем используем созданные нами другие блоки центр орнамента для рисования вот этого центра которым я сказала затем рисуется 1 лепесток 2 3 4 так далее 8 и затем отрисовываются ромбы и в предыдущей части я говорила что вообще-то не очень рационально и скажем так не совсем красиво создавать другие блоки а в традиционном программировании на любом языке программирования другом это называется или процедурами или функциями такие которые очень похожи отличаются всего лишь несколькими значениями но содержит в себе последовательность одинаковых одинаковых почти инструкций или команд вот допустим если мы посмотрим на код других блоков которые отвечают за рисование лепестков вот просто посмотрите вслед за мной то у нас последовательность блоков абсолютно одинаковая вот допустим лепесток 1 и лепесток 2 мы задаем значение x потом изменяем значение y здесь мы правда задаем x и y это тоже не принципиально потому что здесь мы могли бы его задать далее мы используем цикл повторить четыре раза и в этом цикле тоже вы видите практически идентичные команды вплоть до того что даже с одинаковыми параметрами но вот лепесток 3 слегка отличается то есть у нас просто используются немножко разные значения в этих блоках а последовательность шагов по существу алгоритм который мы используем он абсолютно одинаков поэтому имеет смысл вместо вот этих восьми блоков написать один который будет с параметрами но для того чтобы было проще и понятнее мы я обещала взять сначала ради для примера написание скрипта для блока рисования ромба у нас их всего четыре и и поменьше немного код причем он достаточно интересный здесь мы тоже кое-какие выполним преобразование и научимся кое-чему новому кроме того когда я думала каким образом можно продемонстрировать создание универсального другого блока для рисования ромба с параметрами оказалось что это можно сделать несколькими способами ну и собственно рисование самого этого орнамента мы уже говорили можно организовать тоже разными способами я начала от центра и как бы по часовой стрелке отрисовываю лепесток за лепестком можно начать сначала рисовать ромбы сами ромбы тоже можно рисовать по-разному можно в конце концов просто вот так вот как на принтере отпечатывать этот цветок и от последовательности этих шагов очень многое зависит зависит по сути алгоритм но когда мы видим некие общие части у нас есть больше возможности вынести эти общие части другие блоки либо в процедуры и функции и так приступим к рисованию точнее к написанию созданию других блоков для рисования ромбов но это будет не 4 других блока как у меня написано ромб 1 2 3 4 и я думаю вас тоже а всего лишь один у которого есть параметры напомню что опять же предыдущей части я говорила о том как это можно сделать одним из способов но мы сейчас как раз этот способ рассмотрим а уже скорее всего следующей части покажу еще один интересный способ давайте сначала проанализируем каким образом запрограммировано рисование ромба в каждом из наших других блоков мне пришлось прибегнуть к некоторым преобразованиям этого алгоритма я сейчас покажу тот алгоритм который мы рассматривали в предыдущей части урока а потом вот вернусь к этому фрагменту в котором я немного подправила что мы здесь делали мы задавали сначала координаты x и y от которых мы начинаем рисовать наш ромбик то есть вот напомню как это происходит по какому принципу мы сначала отрисовываем вот этот нижний квадратик по отношению к уголку между лепестками затем мы рисуем полоску слева направо потом следующую 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 следующий ромб мы рисуем по этому же принципу так как если бы мы просто повернули взгляд это же от вот этого угла орнамента мы начинаем с нижнего относительно этого угла хотя в данном случае это левый квадрат и потом рисуем полосками два остальных ромба мы рисуем аналогично тоже начинаем с угла здесь получается сверху но опять же если мы повернем взгляд то получится тоже снизу и если продолжать движение по часовой стрелке то здесь мы рисовали слева направо здесь сверху вниз здесь уже справа налево и далее снизу вверх тоже последний ромб вот таким вот образом я решила отрисовывать эти ромбы примерно одинаково но в процессе когда я создавала другие блоки для рисования 2 3 4 ромбов получилось следующая вещь сейчас я немножечко ее покажу для удобства наверное я должна буду вот эту вот часть года немножко перенести главное чтобы она у нас не упала никуда вот так я сделаю и вот то что было в самом начале то что мы рассматривали в уроке вот этот скрипт далее когда рисовался второй ромб вписался алгоритм давайте немножко сопоставим опять же по аналогии с тем что мы в начале нашей части этого урока рассмотрели скрипты для рисования лепестков здесь явно видно что у нас задействованы одни и те же блоки но с разными параметрами с разными значениями вот смотрим буквально вот слева направо одни и те же строки но начинаются разногласия вот в данном месте смотрите мы уменьшаем длину полоски потому что сначала вот мы дошли до пяти а там надо уже короче значит мы длину полоски уменьшаем в принципе мы могли бы и не уменьшать и задать конкретное значение так же как здесь сделали длина полоски 1 а далее нам нужно рисовать полоску длиной 3 поэтому могли бы задать длину полоску длину полоски 3 здесь минус 2 потому что мы завершили на длине 5 и вычли 2 тоже мы постараемся это учесть как раз когда будем писать создавать другой блок новый с параметрами но вот у нас разногласия наступают со следующего шага мы меняем x а в другом блоке мы меняем y далее у нас опять цикл повторить два раза но опять же мы изменяем здесь x а здесь изменяем y дальше все то же самое но тоже x и y как бы поменялись местами на самом деле еще раз тоже напомню мы использовали даже немного то что у нас делалось в скрипте для рисования лепестков ну потому что в принципе орнамент очень такой единообразный мы брали вот эту вот часть кода вот этот цикл посмотрите он очень похож на то что у нас здесь единственное чего здесь нет это изменение длины полоски а все остальное то же самое мы переходим в некую точку рисуем полоску изменяем x и y если пропустить вот этот блок и потом этот цикл выполняется определенное количество раз мы брали за основу вот этот алгоритм и добавили всего лишь изменение длины полоски и параметр длина полоски мы ввели такой такую переменную дополнительную значит мы можем вернуться к вот этой концепции да и собственно также сделать вот этот второй цикл как у нас написан сверху то есть внизу у нас будет изменение параметров x и y но перед циклом мы должны будем сделать определенные преобразования каким образом мы это делаем сейчас опять же вот я оставила вот эту часть кода как бы для образца хотела снести но остановилась потому что иначе бы я все это удалила ну в общем не страшно потому что я сейчас буду производить преобразование чтобы всем было сразу понятно что мы делаем и и разногласия еще раз повторю видите здесь у нас это происходит с иксом а здесь с игреком но чтобы этого не было мы сейчас приведем к единому стилю сейчас вот эту часть года я продублирую вот таким вот образом снесу вниз и мы немножечко преобразуем этот алгоритм значит что нам нужно снять нам нужно снять вот эту вот часть кода и посмотреть внимательно что у нас здесь происходит мы изменяем данном случае x на шаг а потом зайдя в цикл мы опять изменяем x на шаг нам ничто не мешало бы сделать это вот в этом блоке увеличив шаг в два раза то есть мы сейчас берем и вместо вот этих вот двух команд которые дополняют друг друга пишем вот так вот шаг умножить на 2 и и вот сюда то здесь мы изменяем x на какое-то количество шагов а дальше нам остается всего лишь вернуть вот этот блок туда где он и был точно так же как в предыдущей части вот таким вот образом и сейчас мы сможем убедиться в том что в принципе все работает точно так же давайте для чистоты эксперимента сделаем это мы возьмем вот эту часть кода от ними я надеюсь вы умеете это делать и протестируем допустим я выполню рисование опять же всего нашего орнамента чтобы было на что ориентироваться и сейчас вместо того чтобы выполнялся вот этот другой блок я его выполнение отменила сняв содержимое скрипта а сейчас я выполню вот эту часть кода и вот у нас нарисовался вот этот ромбик точно так же как он рисовался с помощью этого кода но уже с небольшим преобразованием далее если мы посмотрим на все остальные блоки для рисования 2 3 и 4 ромбов то вот у нас узкое место это здесь вот у нас меняется y или меняется x и соответственно вся остальная часть у нас абсолютно универсальная и как я говорила в предыдущей части нам нужно подумать о коэффициентах то есть о каких-то множителях которые будут задавать то каким образом у нас будет не изменяться x и y внутри циклов допустим здесь мы изменяем на минус шаг x да давайте посмотрим в следующем фрагменте кода в ромбе 2 мы изменяем уже x на шаг не на минус шаг а на шаг то есть получается так что мы домножаем на 1 или на минус 1 то есть некий введем коэффициент но и у нас еще разное направление здесь у нас направление рисования смотрите 180 для 2 ромба потому что мы рисуем сверху вниз а здесь у нас рисование слева направо соответственно направлении 90 и у нас появляется следующий набор параметров это первое направление второе вот эти вот наши коэффициенты мы домножать будем на минус 1 или на 1 когда изменяем x и y на шаг то есть прибавляем шаг лет или вычитаем шаг и еще два параметра это можно их в принципе не использовать можно задавать x и y вне вызова этих блоков но мне показалось что будет удобно если будут еще два параметра задающие начало рисования то есть вот начальную точку отсчета для рисования вот этого нижнего квадратика ну или соответственно левого верхнего и правого то есть вот эти вот два блока будут тоже принимать параметры но давайте от слов к делу и так я создаю другой блок и называю его просто ромб и задаю параметры первый параметр это у нас направление второй параметр у нас будет коэффициент домножения шаг изменения шага координаты x значит мы можем написать например x q я пишу ну коэффициент x q коэффициент дальше пишем то же самое y q и еще два параметра как я говорила это точка старта рисования то есть x старт но у нас уже переменная старт в принципе есть в нашем скрипте поэтому чтобы самим даже не запутаться мы напишем старт ромб то есть старт рисования ромба x старт ромб и y старт ромб вот такие целых пять параметров получилось сейчас мы постараемся этот другой блок создать берем вот таким вот образом выводим и вот у меня уже дублируется два одинаковых фрагмента когда мы вот домножали на два вот они у меня абсолютно идентичные потому что здесь я экспериментировала здесь я вам показывала я могу весь этот скрипт в принципе сейчас использовать для того чтобы заменить вот эти все вычисления на вычисления с параметрами которые у нас передаются при вызове нашего блока вот у нас появился такой вот блок с пятью параметрами потом мы научимся этим блоком пользоваться итак направление с этим самое простое да мы за этот параметр направления подставляем туда где рисуем полоску вот раз направление и два направления следующее коэффициенты ну давайте подождем с коэффициентами у нас есть x старт и y старт они у нас используются в первых двух блоках поэтому опять же чтобы было немножко удобнее я вот эту часть кода выношу а сюда добавляю x старт ромб и y старт ромб все мы начали нормально выполнять наш алгоритм и дальше вот эти вот небольшие преобразования мы делаем и так здесь у нас получается до множение на коэффициенты по сути везде причем то есть вместо вот этих вот двух значений мы должны поставить произведение шаг умножить на x q и шаг я продублирую умножить не попало видите выскочил блок надо быть аккуратнее шаг умножить на y я немного поторопилась очень хорошо что у меня остался фрагмент кода рядом потому что мне необходимо сейчас увидеть какие происходят изменения у нас во втором цикле я сразу заменила на эти коэффициенты но здесь то у нас внутри второго цикла немножко по-другому все работает давайте внимательно посмотрим каким образом итак смотрим в первом цикле допустим мы берем вот эти два исходных коэффициента и считаем данном случае что у нас вот для вот этого первого ромба получится что мы должны будем задать параметр их x q минус 1 а y q 1 то есть мы домножаем на минус 1 и получается мы вычитаем шаг домножаем на 1 получается мы прибавляем шаг к игреку изменяя далее во втором цикле смотри смотрим внимательно у нас происходит следующая история если здесь мы вычитали шаг то в следующем цикле мы уже шаг прибавляем значит получается что вот это вот выражение у нас домножается еще на минус 1 значит у нас происходит следующая вещь вот так на минус 1 еще раз повторю вот это вот запись вот это вот минус шаг это то же самое что умножить на минус 1 значит здесь мы вернусь вставляем вот такую конструкцию дальше для y у нас и здесь коэффициент 1 и здесь коэффициент 1 поэтому пока ничего не меняем но не торопимся радоваться потому что мы попробовали сейчас написать код учитывая те параметры которые у нас есть для ромба номер один в принципе для рисования первого ромба мы даже можем себе сразу чтобы не забыть вынести вот этот другой блок какие будут параметры будет параметр направлении 90 далее коэффициент 1 x q мы решили что это будет минус 1 следующий коэффициент y q у нас будет 1 и x старт ромб y старт ромб это вот эти вот два значения то есть мы берем я дублирую x старт и вот это вот арифметическое выражение тоже дублирую сюда y старт и в принципе мы даже можем сейчас протестировать давайте чтобы не тратить время на рисование всего этого цветочка я просто сотру все и выполнил вот этот другой блок с параметрами и действительно у нас он нарисовался мы будем предполагать что в тех координатах почему потому что опять же мы точку отсчета взяли правильно в любом случае алгоритм выполнился правильно и адекватно но теперь мы подумаем каким образом мы вот этот сформированный другой блок с параметрами можем использовать на случай рисования ромба номер 2 и здесь вот у меня другой блок для рисования ромба 2 мы вспоминаем что есть определенная разница если мы здесь до цикла изменяли x то здесь мы до цикла изменяем y значит нам необходимо либо смириться с этим и создать еще один другой блок с теми же параметрами и вот с этим минимальным изменением либо что в таких случаях делают это у нас по сути разветвление да то есть мы можем отталкиваться от каких-то значений и вот эти вот преобразования производить с учетом проверок какие у нас могут быть здесь проверки проверки могут быть основаны на направлении рисования то есть если мы рисуем направлении 90 или минус 90 смотрите это третий ромб то у нас до цикла мы должны изменить x то есть у нас будет рисование отталкиваться от икса а если у нас направление 180 для второго блока или а для четвертого блока как это ни странно тоже 180 почему у меня так получилось я пока не совсем понимаю но все работает правильно возможно я что-то не училась сверху вниз я все-таки здесь нарисовала ну данном случае не принципиально уже да или 0 ну в общем даже мне самой стало интересно видимо я слишком торопилась давайте здесь я поставлю 0 сейчас проверим даже интересно как выполнится вот этот другой блок и все уехала да поэтому вернем сделаем 180 я немного видимо была отвлечена чем-то другим и немножечко забыла направлении рисования то здесь я рисую в направлении сверху вниз вместо того чтобы рисовать снизу вверх давайте убедимся в том что все сейчас нормально вот да сверху вниз все-таки рисуется но поскольку это происходит очень быстро я не заметила вот поэтому все мои расчеты оказались ориентированы на вот это рисование сверху вниз не очень страшно можно будет это все подкорректировать когда у нас будет универсальный другой блок подобрать другие параметры а именно вот эти вот коэффициенты x q и y q ну давайте вернемся к нашим рассуждениям и так получается что когда у нас направление рисования 90 или минус 90 у нас до цикла изменяется x когда 180 у нас до цикла меняется y соответственно мы можем вставить вот сюда блок ветвление я обещала что мы будем работать с ветвлением и это скорее всего будет если то иначе точнее не скорее всего абсолютно точно потому что у нас есть альтернативы итак берем вот этот блок сначала давайте создадим это ветвление а потом ставим его в нашу часть алгоритма вот эту вот часть я тоже вынесу и что мы здесь будем сравнивать здесь у нас будет булевое выражение логическое выражение достаточно сложное которое будет включать в себя несколько логических связок потому что нам нужно проверить на все случаи жизни на 90 минус 90 180 и даже 0 я думаю имеет смысл тоже учесть но потом немножко протестировать и подправить возможно какие-то значения если захочется рисовать на допустим все таки снизу вверх итак создаем вот это вот булевое выражение нашу проверку нам нужно нужно группа команд операторы и здесь мы должны использовать сравнение двух значений мы будем проверять чему равно наше направление значит я беру переменное направление и буду его несколько раз сравнивать с четырьмя значениями до 90 дублирую минус 90 дальше дублирую 180 и снова дублирую 0 но опять же для случая 0 вторая часть вот этот цикл потребует дополнительных еще отладочных вещей потому что вот так оказалось что примера у нас перед глазами нет теперь осталось вот эти вот четыре проверки связать нужными логическими выражениями и или или но давайте для случая 90 и минус 90 у нас направление может принимать одно из возможных значений поэтому связка у нас будет или 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 90 или минус 90 берем связку или и с ну давайте начну с но уже вставила значит слева у нас равно 90 справа минус 90 и вставляем вот сюда и так мы проверяем если наше направление равно 90 или минус 90 то то мы должны изменять шаг на какое значение мы его меняем точнее простите изменять x мы это значение изменяем на шаг умноженное на 2 ну давайте собственно возьмем этот блок сюда для случая направление равно 90 но давайте посмотрим если направление равно минус 90 то мы x изменяем на минус шаг и здесь нам тоже в помощь наш коэффициент который фигурирует вот здесь мы тоже здесь иксу изменяли на давайте посмотрим здесь на минус шаг а потом на шаг то есть прибавляли здесь вычитали а здесь мы должны прибавить значит вот здесь вот это произведение мы должны домножить на минус единицу тогда получится если мы сначала вычитаем то потом мы складываем или наоборот если мы сначала прибавляем допустим вот здесь у нас будет прибавляться то дальше у нас будет вычитаться потому что мы должны вернуться к меньшим значениям или большим соответственно и так мы вот это произведение еще домножаем нами на минус 1 не на коэффициент обращаю внимание а на минус 1 да и все таки и на коэффициент почему потому что он будет влиять следующим образом ну наверное для тех кто только начинает свой путь программирование возможно объяснение немножко сложноватыми выглядят но давайте немножечко поразмышляем вместе и я думаю что все станет ясным значит мы еще должны домножить как лучше сделать вот так я сделаю минус 1 на x q куда же ты запропастился неудачка так x q на минус 1 ну давайте чтобы стало понятно просто возьмем рассмотрим пример итак когда мы будем выполнять наш алгоритм для случая рисования первого ромба у нас из x q будет минус 1 соответственно когда здесь мы домножим на минус 1 мы будем шаг вычитать верно да а дальше мы пришли к выводу что здесь нам нужно шаг умноженное на 2 прибавлять и смотрите получается что если мы минус 1 домножим наш коэффициент x q минус 1 домножим на минус 1 у нас получится плюс 1 то есть таким образом мы шаг умноженные на 2 как раз таки и прибавим то есть как раз то что нам нужно если мы возьмем второй случай для ромба номер 3 в котором тоже мы должны изменить x у нас получится что мы этот другой блок будем вызывать с коэффициентом x q равным плюс единице а потом мы должны вычитать шаг умноженный на 2 соответственно смотрите что получается здесь у нас будет плюс единица умножить на минус единица и по сути мы из икса вычтем шаг умноженный на 2 то есть все будет очень замечательно и правильно дальше следующая часть нашего алгоритма ну давайте я уже сюда прикреплю потому что у меня уже катастрофически не хватает места я стараюсь сильно далеко не перелистывать но вы уже видите как сложно бывает ориентироваться вот недостаток визуального языка именно в том что не хватает места хотя и в текстовых языках та же самая история но мы пролистываем страничку просто другой способ пролистывания всего лишь и так вернемся к следующим нашим размышлениям сейчас мы сделаем такую же проверку для направления равного нулю или 180 тоже у нас будет связка или берем 180 и берем 0 но связка или и мы должны это проверить случае иначе и сюда в иначе внутрь иначе мы берем уже блок просто если то без иначе потому что больше нам ничего не надо будет других альтернатив не будет то есть если у нас не выполнилось ни одно из вот этих вот условий то мы переходим в иначе и проверяем вот это условие при всех других параметрах вот эта вот часть кода будет проигнорирована но мы будем стараться вызвать и использовать другой блок с правильными параметрами поэтому ничего страшного надеюсь не произойдет и здесь мы уже будем изменять как мы ранее рассмотрели y ну давайте опять же чтоб не было удобнее я сделаю следующую вещь вот для ромба номер два вот у меня есть часть вот этого кода я просто вот этот вот блок продублирую снесу соберу обратно и сделаю вот таким вот образом и напомню что здесь мы вычитаем не шаг мы преобразовали мы вычитаем шаг умноженный на 2 ну либо прибавляем значит вместо вот этого выражения мы делаем произведение шаг умноженный на 2 и точно так же мы должны домножить на коэффициент умноженный на минус 1 значит мы можем сразу взять произведение давайте я здесь это выражение соберу здесь умножаем еще раз умножаем и коэффициент у нас будет уже y я дублирую чтобы не листать умноженный на минус 1 вот таким вот образом осталось только правильно задавать коэффициенты ну давайте проверим соберем заново наш весь код и вот мы уже вызывали этот скрипт с помощью вот этого другого блока давайте еще раз его выполним вот все нарисовалось правильно значит здесь мы не ошиблись все работает верно несмотря на то что вместо вот одного вот этого блока изменить x на шаг умножить на 2 у нас вот такое вот сложное ветвление и такое выражение опять же надо будет внимательно тестировать для всех остальных случаев потому что важно будет правильно теперь вызывать этот другой блок с нужными параметрами но мы сейчас как раз можем это сделать значит сейчас для ромба номер 2 или давайте для простоты пока мы мыслим внутри вот как бы работы с x вызовем создадим набор параметров для рисования ромба номер 3 значит здесь у нас будет минус 90 это я хорошо помню потому что вот она наша альтернатива 90 и минус 90 и осталось только заменить коэффициенты и точку x старт и y старт стало быть я вот это вот даже снесу и посмотрю чтобы мне было проще размышлять как у меня выполняется здесь ромб 3 здесь у меня наоборот x q единица а y минус единица потому что здесь я вычитаю давайте так и сделаем значит здесь один минус один и x старт и y старт тоже просто поскольку я уже все проверила я могу спокойно брать и дублировать вот эти вот блоки здесь есть сложности с переносами надо очень аккуратно чтобы случайно никуда это не вставилась другую часть кода аккуратно переносим так это у нас x старт и y старт точно так же копируем дублируем и переношу ну что выполняем эту часть кода вызываю кликая мышкой по блоку и почти все нарисовалась но последнего квадратика по каким-то причинам нет что странно сейчас еще раз выполню то же самое перерисовалась надо будет проверять я видимо сделаю паузу потом посмотрю сейчас пропустим этот момент я пока немножко в замешательстве я не тестировала это не проверяла пишу так сказать в живую поэтому еще уточню но сейчас я что сделаю и попробую сейчас вызвать этот блок для случаев рисования второго и четвертого наших ромбов видите не все так просто и прозрачно но тем не менее уже более универсально значит ромб номер 2 собственно и 4 мы рисуем направлении 180 и сейчас смотрим какие у нас x q и y q так для ромба 2 у нас 1 и 1 вот я беру за основу вот эту вот часть кода оба коэффициента единицы и x-start y-start да вот это все надо лучше вот весь лишний лишние куски скриптов лучше сразу выбрасывать они мешают и могут приводить тоже к лишним ошибкам возможно я что-то не так перенесла опять же так и сейчас ромб номер 2 дублирую может быть вы увидели что я там сделала не так вам лучше видно чем мне когда я записываю урок так x-start и y-start так ну если я не ошиблась с нашими параметрами то я могу тоже попробовать выполнить ну скрестим пальцы будем надеяться что все получится и тоже получилось но почему-то опять же без нижнего квадратика что очень интересно где-то что-то потерялось и мне даже очень любопытно посмотреть что произошло я сейчас сделаю следующее есть я вот эту вот часть кода соберу и сейчас просто буквально в прямом эфире чтобы вы увидели как программист реально работает это действительно так происходит он пробует разные способы что-то не работает соответственно берет и тестирует значит я сейчас выполню основной код нарисую лепестки чтобы было от чего отталкиваться так а затем я вот эти вот три наших других блока с нашими параметрами возьму и выполню и вот первый ромбик нарисовался хорошо второй уже и третий с какими-то потерями я пока не знаю в чем дело но опять же чтобы завершить наши размышления я предлагаю вам попробовать самостоятельно задать параметры для рисования четвертого ромба подумать поискать где собственно я что пропустила почему не рисуется еще один квадратик нижний на этом эту часть я завершу посмотрю и в следующей части я уточню что было не так и еще потом мы рассмотрим еще один вариант отрисовки с помощью другого блока для рисования ромбов но тоже универсального и вы удивитесь у него будет меньше параметров так что я желаю вам успехов следите за эфирами за новыми уроками на канале подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы у вас были уведомления и самое главное учитесь программировать экспериментируйте возможно у вас будет получаться все намного лучше и быстрее даже чем у меня это здорово когда ученик превосходит учителя до новых встреч